Добрый день, ребята! Меня зовут Крудякова Татьяна Борисовна, я учитель химии. Тема нашего сегодняшнего урока – химические свойства солей. Для начала давайте вспомним, а что такое соли? Соли – это соединения, которые состоят из катионов металла или катионов аммония, и также анионов кислотного остатка. Вспомним классификацию солей. Какие бывают соли? Для начала средний и нормальный – то, о чём мы сказали – катион металла и кислотный остаток. Есть более сложные формулы. Допустим, кислые соли, в которых присутствует кусочек кислоты, водород между металлом и кислотным остатком. Есть основные соли, где присутствует группа OH, кусочек основания между металлом и кислотным остатком. И есть более сложные формулы, в этом году вы с ними познакомитесь, это комплексные соли, которые легко распознать на письме по таким вот интересным квадратным скобкам. Начнём разбирать химические свойства солей. Мы будем говорить о химических свойствах, которые характерны для всех солей. Первое свойство. Соли могут реагировать с металлами, но здесь несколько условий. Во-первых, соль мы должны брать обязательно растворимую, а металл мы должны брать левее. Левее чего? Спросите вы. Левее металла, который находится в соли. Для этого нам понадобится ряд напряжений металлов, ряд активности. Чем левее металл, тем он активнее. И обратите внимание, очень активные металлы, исключение до магния, они не будут вступать в такие реакции, потому что они активно реагируют с водой, а не с солью. Ещё одно условие. Это полученная соль также должна быть растворимая. Попробуем осуществить такие реакции. Перед нами три примера с солью, хлоридом, цинком. Одна реакция с железом, вторая с натрием и третья с алюминием. Наша с вами задача понять, какие реакции произойдут, а какие нет. Найдём эти элементы, металлы в ряду напряжений. Итак, первый я нахожу цинк, затем я нахожу железо, натрий и алюминий. Посмотрим, возможны ли реакции. Итак, реакция с железом. Железо левее, сильнее, чем цинк? Нет, и такой реакции не будет. Я зачёркиваю стрелочку. Реакция с натрием. Натрий более сильный, он левее. Но посмотрите, он до магния, он в исключениях, и реакции снова не будет. И только алюминий сильнее цинка и не находится в исключениях. И я могу закончить эту реакцию. Не забывайте расставлять коэффициенты. Попробуем к последней реакции написать ионное уравнение. Обращаю ваше внимание, что расписывая элементы, вещества на ионы, я ставлю заряды над катионами, которые были в солях. А над простыми веществами, металлами, я ставлю заряд 0. Для того, чтобы написать сокращённое ионное уравнение, мне нужно сократить абсолютно одинаковые частицы. 6 хлорид-анионов слева и 6 хлорид-анионов справа. А вот цинк и алюминий я сократить не могу. У них разные заряды. Они полностью остаётся в сокращённом ионном уравнении. Следующее свойство. Соли могут реагировать с кислотами. Это будет реакция обмена. Получится другая соль и другая кислота. И так как это реакция обмена, здесь необходимо выполнение определённых условий. Должен быть или осадок, или газ, или вода. Для этих реакций тоже желательно брать растворимые соли. Дело в том, что у нерастворимых солей у каждой свои отдельные свойства. Некоторые растворяются в кислотах, а некоторые нет. С несколькими мы сегодня познакомимся. Итак, перед нами несколько примеров. И опять наша задача понять, будет ли реакция. Нам поможет таблица растворимости. Первая реакция осуществима, потому что сульфат бария выпадает в осадок. И такая реакция возможна. Следующая реакция, если мы посмотрим внимательно в таблицу растворимости, то все продукты растворимы, и значит реакции не будет. Нет ни осадка, ни газа, ни воды. Следующая реакция. Ребята, обратите внимание, мы только что с вами выяснили, что бария СО4 нерастворимое в воде вещество. А сейчас вам нужно запомнить, что это вещество ещё и нерастворимо в кислотах, и реакция невозможна. А вот сульфит бария, бария СО3, в воде также нерастворим, но прекрасно растворяется в кислотах. И такая реакция будет. У нас целых два признака. Условие выполняется. Есть газ и есть вода. Попробуем к этой реакции написать ионное уравнение. Обращаю ваше внимание, что сульфит бария нерастворим, и я оставила его в молекулярном виде. СО2 и H2O я также не расписываю на ионы, оксиды, не электролиты. Поищем, какие ионы у нас одинаковые, что мы можем с вами сократить. Итак, два нитрата аниона слева и два нитрата аниона справа. Сократив их, я получаю сокращённое ионное уравнение. Продолжаем. Соли могут реагировать с щелочами. Обратите внимание, не со всеми основаниями, а именно с щелочами, именно с растворимыми основаниями. Это также будет реакция обмена, получится другая соль, другое основание, и что-то из них должно выпасть в осадок. А иногда тоже бывает газ и вода. Посмотрим на примеры, которые нам предоставили. Итак, посмотрите на первую реакцию. Если мы посмотрим в таблицу растворимости, то карбонат меди, нерастворимая соль, и, казалось бы, реакция возможна. А её не будет. Кто мне скажет почему, кто внимательно меня слушал? Купрумаш дважды. Это же не щелочь, это нерастворимые основания. Не будет такой реакции. Проверим теперь, мы уже знаем, да, наученные. Барио аж дважды. Это щелочь? Да, щелочь растворимая. Так будет реакция? Нет, не будет. А тут продукты все растворимы. Ребята, обе реакции невозможны, но по разным причинам. Смотрим на следующую. Если внимательно посмотреть таблицу растворимости, мы тоже видим, что все продукты растворимы. А реакция почему-то будет. Особое вещество, гидроксид аммония, мы не записываем таким образом. Оно расписывается на газ аммиак и в воду. Выполняется наше необходимое условие. Ну и последняя реакция попроще. Обычная реакция обмена, где выпадает фосфат лития в осадок. Только не забываем расставлять коэффициенты. Внимательно составляем ионное уравнение. Обращаю ваше внимание, правильно записываем заряды ионов. Калий не плюс один, просто плюс. Фосфат ион не минус три, три минус. Это важно. Мы смотрим в таблицу растворимости. Как там, мы так и пишем. Если мы внимательно посмотрим, то здесь сокращаются два иона. Катионный калия и гидроксид анион. Оставшиеся мы с вами переписываем в сокращенное ионное уравнение. И последнее свойство. Соли могут реагировать с солями. Но обратите внимание, обе соли должны быть обязательно растворимые. А вот полученные соли могут выпасть в осадок. Причем даже обе. А вот газообразных солей уже не бывает. Посмотрим на примеры. Итак, первое. Внимательно смотрим в таблицу растворимости на продукты. Будет ли что-то выпадать в осадок? Нет. Все растворимо. И сульфат алюминия, и хлорид калия. И значит реакции нет. Следующая реакция. Я сразу вижу, что у нас будет осадок в конце. Хлорид серебра. А реакции не будет. Неужели вы опять попались? Фосфат серебра же нерастворим. Мы сказали, обе соли должны быть растворимые. А вот последняя реакция будет возможна. Две растворимые соли. А в конце как раз тот самый хлорид алюминия, который мы пытались написать во второй реакции. Здесь обращаю ваше внимание на ионное уравнение. Немножечко оно сложнее. Кроме того, что мы сокращаем с вами катион алюминия. Мы сокращаем 3 нитрат аниона. Посмотрите, сокращенное ионное должно быть до самого конца сокращать. У нас есть еще лишние коэффициенты. Если мы их с вами не уберем, это будет ошибкой. Сокращенное ионное уравнение должно иметь именно вот такой вид. Запоминаем это. Все химические свойства, общие химические свойства солей перед вами в схеме, которую мы только что разобрали. Первая реакция с металлами, реакция с замещением. И три реакции обмена, в которых обязательно должны выполняться следующие условия. Осадок, газ или вода. В девятом классе, кроме обычных средних солей, мы будем с вами встречаться с кислыми солями. Обычно, когда встречается кислая соль, ребята пугаются. Не нужно. Нет ничего сложного в их написании и химических свойствах тоже. Посмотрим на несколько реакций. Посмотрите на первую. Это же обычная реакция обмена. Кальций остался на месте, к нему пришел хлор. А водород с HCO3 образует угольную кислоту. Только не забывайте, что угольная кислота распадается на воду и углекислый газ. Внимательно расставляйте коэффициенты. Следующая реакция. Мы настолько с вами запомнили, что все соединения с натрием и с калием растворимы. Что можно сразу сказать? Да не будет здесь реакции. Натрий, калий, все растворимо, ничего не получится. Ребята, в таких реакциях с кислыми солями есть маленькая подсказка. Если вы ее запомните, вам будет проще. Нужно увидеть здесь воду. Нам же не обязательно осадок. Посмотрите, вот она, HOH. Если мы ее с вами увидим, то мы с легкостью напишем продукты. Карбонат натрия, карбонат калия. И вот она наша водичка. Посмотрите на следующую реакцию. Соль натрия и основание щелочи тоже с натрием. Казалось бы, что тут менять местами? Но мы с вами уже грамотные и можем увидеть опять ту же самую воду. И у нас получится уже одна соль, просто карбонат натрия и вода. Для таких реакций тоже можно написать реакции ионного обмена. Попробуем. Посмотрите, я расписываю на ионы все соединения, кроме воды. Обращаю ваше внимание, что гидрокарбонат, а не он, остается вместе. Водород мы от него не отщепляем. Посмотрим, что здесь общего. Два катиона натрия здесь написаны вместе, а здесь по одному. Но мы можем их с вами сократить. Оставшееся сокращенное ионное уравнение. Кроме того, что свойства бывают общие для всех солей, бывают у каждой соли свои специфические свойства. Например, многие соли при температуре разлагаются, но для каждой свои правила. В этом году вы с ними познакомитесь в течение учебного года. Так как вы девятый класс, многие из вас соберутся сдавать предмет химию на экзамене. Посмотрим, где знания о свойствах солей пригодятся вам на экзамене. Допустим, соляная кислота реагирует с... Казалось бы, здесь нужно знать свойства солей. Но посмотрите на варианты. У нас один оксид и три соли. Свойства солей тоже нужно знать. Итак, оксид нам сразу не подойдет, потому что он кислотный и с кислотами реагировать не будет. А если мы внимательно посмотрим на формулы солей, мы увидим, что только одна реакция будет возможна. Водород и сера образуют сероводородную кислоту, сероводород, который газообразный. И здесь правильный ответ цифра 2. Задание повышенного уровня сложности, где нужно к веществам подобрать реагенты, с которыми они могут реагировать. Соль у нас только одна, под буквой В. И мы разберем только этот пример. Давайте вспоминать, с чем могут реагировать все соли. С металлами, с кислотами, с солями и с щелочами. Никаких простых веществ, оксидов, ничего нерастворимого. Посмотрите внимательно на ваши варианты ответа. Что здесь нам подойдет? Конечно, это будет цифра 2. Магний сильнее, чем медь, вытеснит. И получится тот самый хлорид серебра, который сегодня у нас получался в осадке. Задание высокого уровня сложности также содержит задание на химические свойства солей. Посмотрите, 21 задание, перед вами цепочка превращений, которая состоит из трех реакций. И именно в третьей нам встречаются две соли. Как же нам из одной растворимой соли получить другую растворимую соль? Вариантов может быть несколько. Я предлагаю взять еще какую-то соль. Но не забывайте, что она должна быть растворимая. А вот в продуктах она должна выпасть в осадок. Сегодня несколько раз мы уже встречали с вами подобное уравнение. Посмотрите, я опять беру нитрат серебра. И вот он, наш осадок. Но кроме этого, в задании еще сказано, что нужно составить сокращенное ионное уравнение к нему. Сокращенное ионное без полного ионного сложно составить. Можно допустить ошибку. Поэтому для начала мы напишем полное ионное уравнение. Кроме хлорида серебра, все расписываем на ионы. Смотрим, что мы можем сократить. Катион цинка. Два нитрат аниона. И ребята, сегодня мы уже встречали подобное задание. Если у нас одинаковые коэффициенты, мы тоже их можем сократить. Сокращенное ионное уравнение будет иметь следующий вид. Еще одно задание высокого уровня сложности на экзамене. В этом тоже понадобится знание о солях. Вам дают пять веществ. Ваша задача выбрать два, которые покажут свойства, в данном случае соли хлорида магния. То есть мы должны с хлоридом магния написать два уравнения. И указать, посмотрите, признаки протекания. Я выберу гидроксид лития и показываю, что гидроксид магния выпадает в осадок. Также я выберу фторид калия. И у меня фторид магния выпадает в осадок. Два уравнения есть, два признака есть. Мы с вами разобрали довольно сложную тему. Спасибо за урок. До свидания.